Блять, у меня вши. Пару дней назад Настя сказала, что Агата принесла из садиков в шеи. Все решили, что как бы педиколь у вас был пойман быстро, и никто не пострадает. Сегодня я нашла в голове четыре воши и одну гниду. Мне всё сейчас нужно будет ночью перестирывать, я не буду спать сегодня ночью. И здесь проблема с аптеками. Я обнаружила, что у меня вши. Уже после часов шести вечера, когда аптеки закрыты. Чтобы вы понимали, здесь вообще в Турции нет такой вещи, как 24 на 7 аптека. Короче, я решила, что с аптекой я по временю. У Насти оставалось какое-то средство от педикулеза. Меня пугает, что название этого шампуня есть био. Нам нужно что-то не био. И так как сейчас всё закрыто, и купить я что-то смогу только завтра, придётся пока что обрабатываться био и вычесываться вручную. Господи, у меня даже в детстве не было вшей. У меня не было до Турции. У меня не было ни короны, ни вшей, ни вагинальных инфекций. План надёжный, как швейцарские часы. Намыливаемся, вычесываемся, смываемся, выбрасываем всю одежду в стирку и всё постельное бельё в стирку тоже. Проблема лишь в том, что у меня только холодная вода. Пизда вам, суки. В инструкции написано, подержать три минутки. О, здесь хши. О, их здесь много. Ну, типа три. За месяц я превратилась в грязную бомжиху. Нашла одну мать, может быть, десять маленьких детей новорожденных. И, может быть, пятнадцать гнид. Где? Все не так плохо. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже. Чакры не здесь. Ребята, ровно пять человек упросили меня завести страничку на Бусти. Вам не придется долго меня уговаривать. Вы наверняка слышали, что от монетизации с YouTube нас отрезали. Я благодарю всех, кто смотрел мои видео с VPN. У вас получилось насмотреть на 200 долларов в прошлом месяце. Спасибо, вы молодцы. Все эти 200 долларов забрал банк в качестве комиссии за свифт-перевод. Ну да, это моя вина, я не досмотрела, забыла, что все платежи происходят автоматически, без моего ведома. Я положу на Бусти свои комиксы, а позже, когда у меня появится интернет, я планирую завести какой-нибудь прикольный формат. Вы совершенно точно ничего не должны, я просто положу туда свои комиксы. Отключайте VPN, наслаждайтесь видео без баннеров, а если вам захочется меня поддержать, вы сможете оформить подписку на Бусти. Сервис берет всего 10% комиссии, что делает его самым выгодным сервисом для создателей любого контента, для художников, любых авторов, подкастеров, блогеров и всех-всех-всех. Можно выкладывать свой эксклюзив в обмен на подписку и можно устанавливать однократные цели на сбор средств. Помимо прочего, платформа предлагает массу удобных инструментов для общения с подписчиками. Закрытые стримы и каналы в Телеграме и Дискорде, личные сообщения автору. Вы всегда будете на прямой связи со своими зрителями. Короче, подписывайтесь на Бусти, если у вас есть желание и возможность. Заводите свои странички, если вам есть чем поделиться, и приводите друзей. Для авторов на платформе действует реферальная система. Ссылка на Бусти будет внизу. Итак, это новый день. У меня примерно на 12 часов не работал кондиционер, но это все неважно. Я провела расследование на трендиоле, какие следствия от баш бити в сирке лучше всех. И нашла вот эту линейку с хорошими отзывами. Здесь уже такое, поприятнее расчески, в которых не застревают волосы, потому что в прошлый раз это было болезненно и ужасно. С пластикой расческой хайли не рекоменд. Это жирное от шампуня, чтобы вычесывать, собственно, дохлых в шеи, которые сейчас все сдохнут нахуй от того, что я на них намажу. А в спрее уже такая помельче, уже такая прям супер мелкая, мне кажется, что это чтобы личинки вычесывать. Зато из хорошего в аптеке женщина мне сказала ИКИЮС ОТУС И я поняла, что она имела в виду. И дала ей ровно 230 лир. Еще я выучила слово ТАРАК. Ребят, у кого вы любши во взрослом возрасте, скажите мне. О, 100 лир. Я в отеле. Вчера я получила сообщение. Короче, мне позвонили и сказали, что ДОМУ дали ИСКАН. И вообще хорошие новости. У нас будет строительный, не будет больше строительного электричества. Будет городское, будет вода, будет газ. И все на свете. А выскочила я, потому что это значит, что нас отключают от строительного. И чтобы заработало все внутри квартиры, нужно ехать и оформлять все на себя. Я не знала, сколько это займет. И вот второй день я в отеле. Сегодня оформила счета на электроэнергию на себя. Но впереди еще вода и газ. Не знаю, когда это все закончится. Вода вроде есть в доме. Качает вот этот вот строительный насос, наверное. Но я все равно боюсь каких-то перебоев. Поэтому выскочила сюда, чтобы поработать. И все такое. В общем, новости такие. Я в отеле. Завтра же в обед приедет холодильник ко мне. И я так рада. Там как все стремительно двигается. Потому что я думаю, что мы еще будем ждать, не знаю, ну недели две-три точно до подключения к городским коммуникациям. Но все получилось так быстро. На ужин у нас острый шалгам. Вот это вторая одобренная марка мной. И здесь я люблю покупать вот такие готовые салаты с тунцом. Это стоит 25 лир. Здесь 4 крупы, включая гречку. Гречка здесь есть, кстати. Кто-то перевивал. Мне так нравится этот формат. Я просто покупаю вот такую вот хрень в Мигрисе где-нибудь. И просто ужинаю ей, потому что готовить я не могу. Но это очень вкусно. И это прям готовая еда. И прям по содержанию белка и всяких там калорий. Очень хорошо. И дают маленькую вилочку. Сейчас очень актуально. Я же в отеле. У меня нихера нет. А завтра утром я проснусь, позавтракаю здесь. И поеду кормить котов, моих друзей. И жить у них пока они тусуются в Каппадокии. До 100 рублей. Придите вот так вот с тунцом и с крупами. Прекрасно. Пши продолжают вылупляться. И хотя на моей голове уже ничего нет. И уже давно ничего нет. Я все равно каждый день размазываю какую-нибудь вошь или пять вшей по стенам. Я набросяла яиц по всей квартире с моей башки. И теперь они потихонечку вылупляются, сука, и ползают. И я вот так провожу по несколько часов в день в поисках сраных вшей. Вы же не думаете, что я вас не вижу. Я вас реально не вижу. Реально. Говорят, вши не прыгают. Это пиздеж. Еще как прыгают. Миллиметр на три, четыре могут подскочить. Чего все попрятались? Вылазите, выйдите. Окей, на сегодня класс. Попробуй, муааа. Попробуй, чага-чага. Попробуй, ммм. Это надо-ммм. Попробуй, ммм. Моя голова. Моя голова. Моя голова. Моя голова. Из-за того, что здесь теплодушевая кабина, скопилось очень много налета. Мой домашний рецепт. Это просто поливать все в разведенном 70% уксусом дяди Ваня за 9 рублей. Но здесь я пока что не нашла уксуса. Поэтому придется использовать всякие средства. Это мы, конечно, не хотим использовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я их считаю. В один день это может быть 50 существ, в другой день это может быть 20 существ. Так как я видела только одну взрослую вошь, я не знаю, как выглядят маленькие вши. И я думала, что это вши. Я ходила и давила в шею, меняла постельное белье, простирывала, портила свои вещи на 60-90 градусов в моей ублюдской стиральной машинке. Я реально думала, я сошла с ума, потому что они уже меньше миллиметра, они настолько крошечные, что их невозможно, просто с моим плохим зрением, их невозможно практически найти на стене. Сегодня догадалась погуглить. Это, блядь, это, блядь, сеноеды. Сеноеды. Это такие маленькие жучки, которые селятся в новостройках и с удовольствием жрут клет, плинтусов, всякую плесень, всякую херню. Они питаются книгами и прочей дрянью. Абсолютно безвредные существа, которых я размазываю по стенам. Как бы хорошо, что это не вши. С другой стороны, у меня маленькие жучки, которые любят есть новостройки. И они реально настолько меньше яиц, что я думала, что они просто мельчаются, знаете, как раньше были большие драконы, потому что были маленькие. Нужно ли мне это выводить, нужно ли мне париться из-за того, что у меня какие-то маленькие жучочки, или мне нужно просто забить на них и оставить бедняк в покое. Когда в этом доме заведутся муравьи, они исчезнут. Доброе утро. Сегодня мы фиксим кухню. Здесь было засрано, мне пришли, подкрасили. Здесь было засрано, все, чуть-чуть засрано, мне подкрасили. И сегодня мы договорились с мастером, что он, наконец-то, придет и установит всю вот эту вот хрень. С нетерпением жду момента, когда у меня появится горячая вода. А пока я хочу вам похвастаться чем-то. Я купила банан. Блять, ребята, у меня банан. Еще у меня теперь есть три книжки о Гарри Поттере. Не обращай внимания, грязно. Да, я повесила в него сережку в сухое место вот здесь, чтобы вы убедились, что я никого не повредила. Вот у меня такой банан теперь. Надеюсь, он выживет. Из новиночек у нас еще такая вот скатерочка есть. На самом деле, это полотенце для хамама, который я купила в магазинчике English Home за 100 с чем-то лир. А вот это, на самом деле, полотенце из Икеи. А вот это, на самом деле, свечки из Мигроса. Ну, это чтобы создать атмосферу красоты и уюта ночью. Очень прикольно. Что еще из новостей? Мне только что замазали дырку, которая была в стене в комнате грязи. Вот здесь были лютые дыры. И мне пришли, все подкрасили тот же оттенок краски, что и все стены. Вот он высыхает уже, и он становится таким уже. Это была первая ночь, когда я не охотилась на вшей. Очень освежающий экспириенс. Очень приятно ложиться и спать, и не думать о том, что они ползают по стенам и хотят меня съесть. Давайте заценим рисунки Агаты. Это единороги. Это я, это Агата. У нас еще есть вот такой рисунок. Турне по холодильнику. Свеча от кандидоза. Девочки. Вот это всегда кладут в доставки. Огромные оливки. Огромные, дешевые. Это стоит лишь 25-30. Вон там что? Это тухлая булочка. Колбасу здесь делать не умеют, но ужасно. Бананы. Я люблю такие немножко зеленоватые. Много айрана. Вот это тоже кладут в доставках. Все время очень жалко выкинуть, потому что там прям много пакетов обычно. Это такая водичка клубничная. Ненавижу здесь газировки, потому что они экстра сладкие. Это выглядит как безобидная газированная водичка с клубничным ароматом. Но это просто клубничный сироп в банке. Вот это нам тоже кладут все время в доставки. Это тоже нужно выбросить. Еще немножко айрана. Маленькие вкусные штучки. Такие леперточки, в которые я сегодня заворачивала завтрак. В качестве завтрака я предпочитаю заворачивать в них вот такую вот консервную штуку. Она стоит 25 лир. Это очень вкусно. Там тунец и овощи. И сок такой прикольный. Больше бананов. Здесь остатки свежевыжатого сока апельсинового. Здесь остатки молока. Острый соус для шалгама. Песто. Легкий майонез. И все. Здесь обычно лежит мороженое, но сегодня его здесь нет. Из свежих покупочек еще я купила черное мыло для лица. Я не уважаю бренд Гарнье, но когда я увидела, что это мыло с салициловой кислотой и углем, я такая, да, давайте попробуем. Оно для тела, для отпрощения тела и все такое. Вроде не очень дорого стоило. Я решила попробовать. Еще у нас есть такая бамбуковая зубная щетка. Мне скоро нужно менять зубную щетку. Я все хожу вокруг электрических. Вы знаете, я от электрических зубных щеток. Ну, что-то как-то я временю. Не знаю, почему. Может, мне деньги не хочется тратить. Вчера научилась снимать по 8 тысяч лир за раз с русских карточек, с русских щетов. Без перевода денег золотой короной. То есть из-за денег можно выдохнуть. Из хорошего еще. У меня теперь есть страховка, которая покрывает ничего и стоит миллион. Ладно, не миллион. Давайте по чесноку. 21 тысяча лир на год. И она покрывает многое, но многое не покрывает. Например, в первый год нельзя обращаться с травмами суставов. Типа, если я подверну ногу, моя страховка меня не покроет. Это потому что это распространенная травма. А также она не покроет в первый год, если у меня появится гидроновое образование в теле, опухоли и так далее. А я меня не буду лечить. Потому что, знаете, умных много. Можно же ведь сделать там какое-нибудь сканирование в России, выявить, что у тебя что-то растет. И потом быстренько купить полный фарш. Стопроцентную страховку в Турции. И ждать, что тебя здесь вылечат, короче, в супер охуенной больнице. Они же понимают, что такая схема реально. Поэтому в первый год действует ограничение. Она не покрывает мою эндокринологию и сканирование, и осложнение, связанное с хроническими заболеваниями. То есть, если у вас есть хронические заболевания, никакая частная страховка не возьмется их на себя, короче, на себя. Ваши хронические заболевания курировать и лечить. И еще она не покрывает стоматологию и любые косметические штуки, и психотерапию, и прочее. Со стоматологией странно. Они даже кариес не будут лечить. Это в другом полисе. Другой полис нужно покупать для стоматологии. Но это не нужно, потому что здесь относительно дешево лечить зубы. Здесь дешевле сделать чистку зубов, например, чем в моем родном городе. Естественно, в хорошей клинике. И, естественно, дешевле удалить зубы, например, зубы мудрости. А в целом я не имею никаких тяжелых проблем с зубами. Я прилечила все перед отъездом. Но, если я попаду в аварию в течение этого года, например, в автомобильную, или на меня упадет рояль, и мне выбьет все зубы, моя страховка покроет мне восстановление зубов. Типа, это не болезнь зубов, это мне их выбили. В общем, очень странно все с этими полисами. Но в целом дышится спокойнее и лучше, потому что я знаю, что теперь у меня есть неограниченная возможность ездить в экстренную неотложную помощь, если я отравлюсь. Я поеду в лучший госпиталь в моем городе, прямо в охуительный госпиталь. Получу там русского переводчика, и мне это покроют. Здесь все будет хорошо, здесь никто не заболеет. В целом, по деньгам, ну, 21, ну, давайте, ну, это 70 тысяч рублей, 73 тысячи, ну, 74 тысячи рублей в год. И нужно понимать, что страховые взносы в России за бесплатное медицинское обслуживание и, короче, как, ИП должны платить взносы ежегодно, вне зависимости от того, заработали они что-то или нет. Это 40 тысяч рублей за пенсионное страхование и медицинское страховка. Но пенсии у ИП нет. Пенсии ИП не насчитывается. Неважно, сколько я заработала, какие бизнесы я ворочала, пенсии у индивидуальных предпринимателей не бывает. То есть мы считаем, что все эти 40 тысяч рублей отправляются, условно говоря, на медицинское страхование. И 40 тысяч рублей за бесплатную больницу, в которой меня просят носить с собой пеленочку в гинекологическое отделение, или 70 тысяч рублей на 30 тысяч дороже, где тебя просто облизывают в лучших клиниках по всей Турции с переводчиками и суперкомпетентными докторами, которые все говорят на английском. Здесь все доктора говорят на английском, это обязательное условие. И у них здесь очень строго с медицинским образованием. Мне кто-то сказал, что если ты типа один экзамен не сдаешь, тебе нельзя делать пересдачу, нужно заново проходить, короче, предмет или что-то такое. Я не знаю, насколько это правда, но здесь очень строго с врачами. Они все выходят очень умненькие. И все говорят по-английски, потому что они, по-моему, обязательно сдают IELTS, потому что здесь медицинский туризм очень развит и все такое, и они должны говорить на английском. Прекрасно просто. Есть такая охуенная система, когда ты... Если у тебя есть допуск к человеческим жизням, нельзя разрешать пересдавать экзамен. Если тебе нужно пересдать, это значит, что ты нихуя не знаешь, иди учись заново. Во-первых, нету тупых дыр. Во-вторых, пока мне ставили вытяжку, которая, кстати, не работает. Ну, собственно, она работает, но у меня нет вентоканала, поэтому это просто дикорация с фильтром от жира. Позвонили в дверь, чему я была очень удивлена, потому что обычно часто, короче, не приходят домой, часто оставляют на почте. Мне прислали мой пластик. Смешно, потому что, когда я подавала заявку на Экомет, я делала это из дома и не пользовалась ничьей помощью. Это делается через веб-сайт. Я сделала просто фотку на фоне белой стены. Я была потная, я даже себе подмазала потом там каплю пота, короче, вот так вот. У меня были мокрые волосы, и я, короче, там вот так вот стою просто, чтобы... Потом я пошла в ателье и сделала красивые фотки 5х6, как положено, цветные, симпатичные, и я красилась для этого, отнесла их на собесед в миграционную службу, и я получаю свои комменты. И там вот остальная босонная фотка, блядь, напротив стены. Ёбаный нашот. Кстати, тупо два дня назад я проверяла статус заявки, и там была ваша заявка еще не рассмотрена, типа у вас что-то заявка еще. И они пришли прям ко мне домой, а это новое здание, его еще нет на картах, только-только получили из Канна, это значит, только-только дом признали жилым. И обычно, мне кажется, чуваки из миграционной службы, курьеры вот эти вот игнорируют новые дома и сбрасывают... Что-то сложно найти, и сбрасывают карточки просто в почтовое отделение, они говорят якобы, что невозможно было доставить в старые сеты, старые дома, которые все знают, они заводят, а вот тут вот, короче, в новые обычно нет. Но мне завезли. Я так удивилась. Он такой, она свернула, и я такая, ага, и он такой, бу-бу-бу, и комет, я такая, и комет бу-бу-бу, и показала какую-то бумажку, типа у меня огромная папка документов. Я хочу, чтобы я его показываю, потому что есть заявка на и комет, есть бумажка, которую мне выдали, что мне одобрили мою заявку, есть бумажка о том, что я платила таксы на эту карточку. Я не понимала, что он хотел, но он все посмотрел, махнул рукой о доме пластикой. Так рано мы сегодня отвечаем. Я только что поняла, что у меня камера файла удаляет. И у меня половина влога накрылась, у меня реально половина материала исчезла с камеры. Я подозреваю, что это каким-то образом связано с влажностью 82% по ночам и открытыми окнами в квартире. Больше мы так делать не будем. Камеру нужно покупать новую. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я не нужна защита. Вы не нужны, да? Да. У нас будет домашний интернет! 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 У нас будет домашний интернет!